На творческой встрече с Натальей Батраковой собрались в основном женщины разных возрастов и поколений, объединенных одним словом – поклонницы. Дамы Бальзаковского возраста увлечены листали бестселлер белорусского книжного рынка «Почт Согласия», в то время как в руках у многих молодых девушек можно было без труда взглядеть сборник лирических стихов «Я играю не по правилам». На вопрос, чем вам нравятся книги Натальи Батраковой, представительницы женского пола отвечают просто – они вдохновляют любить жизнь. Во-первых, это очень тонко чувствующий человек, и это чувствуется в книгах. Очень тонко чувствует душевные переживания, передает их очень хорошо. И именно вот с таких жизненных позиций, как человек переживший, может быть, она и не пережила, но она очень многое передает то, что люди уже начинают с годами понимать, вот душевный настрой, душевные переживания – это очень такой тонкий писатель. Казалось бы, что поэзия уже достаточно давно существует, переписаны все многие темы, все вот эти эмоции, движение души, все оно уже давно описано. Но у Натальи Батраковой вот нашлись именно свои слова, своя поэзия, которая, в общем-то, как бы по-другому заставляет взглянуть на душу человека, на его эмоциональную сферу. Наталья Батракова пришла в литературу в зрелом возрасте. «Я решила, что мне есть о чем рассказать», – поясняет автор. «И рассказать Наталья решила так, чтобы каждая женщина в героине романа узнавала себя, читая между срок о своей жизни, о своей любви, о своих переживаниях». Романистка уверена, что главная черта автора – умение рассмотреть будущих персонажей в обыденной жизни, чтобы затем перенести их на страницы романа с той же непосредственностью и простотой. Именно тогда рождаются образы, которые читатели не забывают. «Я влюбляю своих героев. Я вместе с ними плачу, страдаю, люблю. Я вместе с ними точно переживаю, бегу на какие-то свидания. То есть где-то какая-то такая я живу их жизнью, все это проецируется на меня. И вот это состояние, и в этом состоянии, в этом порыве, вот как раз, наверное, и пишутся стихи». Сегодня на счету центральной библиотечной сети города Бреста порядка 65 творческих встреч с разными авторами. Безусловно, проведение подобных мероприятий вызывает интерес к литературе и повышает престиж библиотеки, привлекая все больше новых читателей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что вечер накануне Дня библиотек стал прекрасным подарком для покойников творчества Натальи Батраковой. Наталья Батракова очень талантливый человек. Она пишет стихи, прозу, она замечательно поет, она очень искренне идет на контакт с читателями. Мы очень рады, что она вот у нас в Бресте. В Бресте она первый раз, и вообще в Брестском регионе, наверное, первый раз выступает. И я рада, что она выбрала вот библиотеку имени Пушкина. Наталья Батракова умудряется успешно совмещать в себе популярного автора и замечательную жену, мать и бабушку. В свободное от работы время Наталья превращается в заядлого грибника и хозяйку любимого сада. Бороться с каждодневной рутиной писательница помогает умение радоваться родным людям, обыденным вещам и каждому прожитому дню. Именно это, говорит Наталья, главный ингредиент в непростом рецепте, который зовется женское счастье. По всем этом я учусь искать опять же положительные моменты. То есть я очень счастлива, что у меня это все есть. И я никогда не плачу, я никогда не ною. Я знаю, что даже если сегодня тяжело, ну ничего, завтра будет легче. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.